Вячеслав Гладков проинспектировал, как восстанавливают объекты, поврежденные в результате вражеских атак в Шибекино. В доме на улице Московской, который пришлось фактически возводить с нуля, уже провели основные работы. Закрыли тепловой контур. Сейчас строители установили отопление, заканчивают с инженерными сетями и вентиляцией. В поврежденном здании на железнодорожной из-за обстрела ВСУ треснули плиты, выгорели несколько квартир, вышли из строя коммуникации. Но сейчас этого и не скажешь, глядя на новый фасад. Внутренняя отделка помещения на финальной стадии. Завершить все работы там планируют через две недели. Еще в одном многоквартирном доме надзержинского восстановили поврежденную плиту перекрытия и доделали кровлю. После таяния снега и дождей появились подтеки на потолках и стенах. Подрядчик приступает к устранению всех недочетов, а также закупает отделочные материалы. Глава региона отметила, все работы необходимо проводить четко по регламенту и с контролем жильцов. По всем адресам я могу сказать, что ребята потихоньку начали учиться. Сколько по итогам этой недели у нас будет сдано домов? Порядка 34. 34 жилых помещений. Если за прошлой неделей у нас было 8-10, то в этом мы уже до 40 домов за неделю сдадим. Всего в Шибеке на Новой Товолжанке в работе остаются 256 объектов, а за все время восстановлено 4217. Продолжение следует...